Ну а здравствуйте, с вами студия StarLadder, Творына и Лебедь продолжают освещение Star Series, Мировой дивизион. И следующая пара, которую мы посмотрим, это встреча Доктора Хиппи против Ксикса. Да, видели мы уже лайнапы одного и второго игрока, Ксикс у нас сегодня впервые выступает, вернулся только из Китая, и колоды мы его видели. Да, играл он, показывал такую интересную сборку темпа Секрет Мага, при этом там игрался Медив, что вот удивило лично нас. Мне вообще интересно, есть ли там что-то из лейтгейма еще, возможно, Алик Страза. Ну вот связка Медив-Аликс, это уже такая привычная, знаешь, комбинация, может быть, как минимум на ладерную колоду это мало похоже. Что еще было у Ксикса? Квест-рога интересная, с Талвирским Камнемагом. Да, да, причем Квест-рога с Талвирским Камнемагом, есть там синергия элементалей, играются пылки элементалей, огневички, играется ледниковый осколок, ну и вот, собственно, Талвирский Камнемаг. Интересное решение, ну, насколько оно сильное, это вопрос еще, но в очной ставке против Оранжа это сработало на все 100%. Ну и последнее, колода Ксикса, это паладин, который мы видели в предыдущей игре, а вот друид был забанен. Посмотрим, что за друид. Рискну предположить, что все-таки это будет агро-друид, хотя не удивлюсь и Джейд. Что, я все-таки думаю, что это Джейд? Думаешь, Джейд все-таки? Да, думаю, Джейд. От Хиппи мы его лайнап видели, это довольно-таки дефолтный Джейд друид, это квест-разбойник. Ой, простите, не квест-разбойник, это Миракл-разбойник, извиняюсь, с двумя авантюристами. То есть, знаешь, такой микс старого, старой Миракл-роги и современной роги-садовника. То есть, там есть и Широзин, помимо этого есть авантюристы. Вот такая оригинальная колода жреца. Мы видели от Хиппи, это убер-тяжелый, нереально контрольный дракона-жрец с изерой, всевозможным лейтом. Паладин, также тяжеленьший Энзот Пал. Интересно, что именно жреца тяжелого отправил в банк с Иксом. Я такого Энзот Паладина, вот признаюсь, не помню даже в Метту Олд Гадз. Вот для тех, друзья, кто не видел, два доисторических, светлый Рагда, Тирион, сам Энзот. Туда мы еще играем возложение рук. Одну копию. Одну копию, то есть два белых коня, Керн. Не, ну это похоже на старого Энзот Паладина, он был тоже тяжелый. Ну, то есть, знаешь, вот даже ситуативные карты, которые выбираются или-или, там есть все. Вот все, что мы могли запихнуть по тяжеляку. По предсмертным хрипам зараженные Таурены, Керн и Тирион. Ну, то есть без какого-то перебора нам. Ну, интересная дека, в принципе, знаешь, вот готовились отдельно ребята из Virtus.pro. Говорил я в чате с Доктором Хиппи, общался я с Найманом. Ребята знают, что попадают в одну группу. И Банни Хоппер, и Найман, и Доктор Хиппи готовились отдельно. И, в принципе, мне кажется, что лайнап Доктора Хиппи, знаешь, он такой скорее антиконтроль. Поэтому против лайнапа Ксикса, где-то, кстати, угадал, и попал в агро-друида, потому что я не знаю, справится ли Хиппи, потому что он уже играл против одного агро-лайнапа. Это был лайнап от Наймана. Это была тяжеленная игра. Ну да, 2-3 счет, если я не ошибаюсь. Да, 2-3 счет. Причем Хиппи заходила очень хорошо. Проблемы у Хиппи были именно с паладином. И, друзья, вспоминаю, я Китай против Европы. На Китае против Европы два игрока, известные вам. Один сидит, скажем, напротив Доктора Хиппи, но на камере Буттл Сит чуть выше. Это представитель Германии Сикса. И представитель России Штан Удачи плевались на НЗОТ Паладина, просто не могли. Они говорили, что эта колода им во многом запорола игры, и оба от нее отказались. И, возможно, Хиппи также прогадал с НЗОТ Палом. Ну, поживем, увидимся. Пока что 2-3. И две серии заруинил четко НЗОТ Палом. Вот просто. Ты сидишь, тебе не заходит Эквалити, а там проблема этой колоды в том, что если тебе не заходит равенство... Ну, ты просто не доживаешь до Лейтан. Она слишком тяжелая. И рука у тебя выглядит чаще всего, ну, в лучшем случае, это какой-то гребнистый скакон, кода и сребряный клинок. Ну, понятно. То есть там банального рейт-гейма вообще никакого нет, насколько я понимаю. Вестники Рока. Ну, Вестники, и ты прям сидишь и молишься на заход этих двух карт, а если Вестники не приходят... Причем, насколько... А колиты есть там хотя бы? По-моему, есть Лжитель Боли, причем, насколько я помню колоду Хиппи, вот сейчас могу ошибаться, но вроде бы там даже нет гидрологов. То есть там, ну... Ну, или гейм провальный, по сути, получается, то есть нам нужно каким-то образом... Синоположиус... Ну, Синоположиус... Ну, Синоположиус, да, на старте. Ладно, я думаю, что еще посмотрим мы за паладином сегодня. Малыш Равозавр появляется на игровой доске и будет адаптироваться. Попытка отбиться от Друида пока что не очень успешная. Интересно, что за адаптацию он выберет Ксикса. Причем, к чему мы в итоге пришли, так я в итоге и не договорил. У Доктора Хиппи антиконтроль лайнап и, учитывая, как раз пожарательный секрет, учитывая тяжеленного НЗ Пала, тяжеленного Преста, я бы сказал, что это антимаг лайнап. Ну, да, против вот этого Гюнтер-мага нацеленного. Фриз-мага возможного. Ну, учитывая, что Ксикса играет в своем лайнапе секрет-мага, то есть у него секретов больше, чем в каких-то других вариациях этого класса, то пожаратель секретов, видимо, та карта, которая, по мнению Доктора Хиппи, должна помочь ему справиться. У Ксикса есть однозначное преимущество в этой игре, друзья. По какой причине? По причине того, что Доктор Хиппи это играл 5 игр. Он показал лайнап полностью. Я уверен, что Хоя, например, смотрел игры или какой-нибудь Сурендер, то есть, ну, тиммейт Ксикса. Друзья, друзья, Ксикса, наверное. И у Ксикса на втором мониторе уже составленный лайнап открыт Доктора Хиппи. По крайней мере, там на 27-28 карт, если там не на все 30. То колоды Ксикса мы видели только что. И, как бы, ты сам помнишь игру, которую играл Ксикса. Мы сколько там видели карт? Ну, 12, наверное, из каждой колоды. Не, ну, как минимум, концепт понятен. Единственное, что, ну, вот, были показаны уже какие-то карты, которые могут удивлять. Не прям совсем глобально, да, то есть, например, там, бах, и ты видишь маги, там, не знаю, того же пожирателя секретов или какого-то краба. То есть, ну, вот, не такие карты, но, тем не менее, в Разбойнике мы отмечали Талвирского камнемага, в Маге мы отмечали Дива. То есть, вот эти карты, они уже... И сколько там еще есть ситуативных решений? Да, вот, я про это и говорю, что, может быть, еще сюрпризы спрятаны у него в Ксикса. Тут однозначно в этом плане есть, ну, не то чтобы недоработка, но вот преимущество одного из игроков. В данном случае это 100% Ксикса. И, видимо, Айю черную лапу, она не родная, друзья. Притарил ее себе, хиппи, с помощью пиратуры. Пиратуры, наверное. Остается 8-5 в интересной игровой доске. И сейчас у Ксикса есть выбор. И выбор этот очевиден. Бум, бум, бум. Единственно верный выбор. Сколько вас учить? Ну, вот, серьезно. Какие-то там прогнозы, размены возможные там. Да, это все ерунда. Это для слабаков. Согласен. Опа. Злолист позволяет убить что-то. А есть ли в этом смысл? Ну, причем убить... Ну, наверное, да, есть. Ну, просто чтобы не принимать банально урон лицом. И мы полностью размениваем стол. Остаемся на 8 единицах здоровья. И агродруиду. Да, ну а как добивать агродруиду? Учитывая, тем более, бесполезную карту в руке. Причем я бы даже лицом добивал у нас воина синие жабрах. А 10 уже отправил в лицо. Ну, по-моему, пора. Тут нужно посчитать, умеешь ли ты в два хода убить своего оппонента. Смотри, я думаю, что можно и убить. То есть у нас остается 15 на столе. И 10 мы вносим прямо сейчас. У тебя 15 на столе. И еще три добавляют пират, которые вылетают. Два сам по себе на один баф этого тюриста. Это что такое? Живая мана какая-нибудь? Ну, живая мана на лучший топ-д, который может поднять сейчас к Сикса. Однозначно. И да, это живая мана. Воу, 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 полегче. Ну, так же тратится озарение для того, чтобы пробить лишний раз в лицо и добрать единицу брони. Так, а теперь давай считать. У нас 15 урона на столе. 16 сабилки. 17, 18, 19. Принесет пират. Два демеджа нужно найти. Какой-нибудь... А это не два демеджа. Эвик. Один оф. Да, один оф. Авантюрист 11. Пират-авантюрист 12. Способность героя 12. Глазастик, кстати, вылетал. Пират-прайдов уже играл. Один оф. Или я просчитался. Нет, один оф. Ну, или я буду уволен. Фу. Сердечко ёкнуло. Сердечко ёкнуло и у Хиппи. Буквально 20 демеджа не хватило украинскому игроку, чтобы разобраться с друидом. Ну, и проигрывает первую партию Артём. Ксикса прям сегодня, смотри, хорошую волну словил. Уже 4-0 суммарно. И друид показал себя с наилучшей стороны. Дальше остаются темпа Секрет Маг плюс паладин. Агрессивный паладин. Нет, подожди, у него мид паладин. Мид паладин. Мид паладин, да, безусловно. Который, ну, по старту, просто вспоминая о Мирор паладинов, где Оранж отыгрывал на более агрессивной версии. Иксикса просто там в три хода смел своего оппонента со своего пути. Не осталось никаких шансов. Ну и вот противостояние агро паладина против Озот паладинов. Кого веришь лично больше ты? Выбор, конечно, сложный. Но я поставлю все-таки на мид паладина. То есть думаешь, что Мзот паладин втерпит тут мид паладина? Ну, мне так кажется. Рука, кстати, неплохая у доктора Хиппи. Отмечали мы малое количество ранней игры. Пиромата даже меняет, да, хочет словить Вестника. Ну, в идеале, да. Миротворец весьма, весьма. Статистика однозначно на вашей стороне, Александр. Потому что пока что противостояние паладинов Хиппи проигрывал. Ну, смотри. Здесь нужен не заход, который, кстати, ловит Ксикса. То есть у него не с чем играть на старте. Просто если удается словить темпу этой колоды, то противостоять ей очень тяжело. Понятно, что здесь есть зачистки, есть комбинации пиромат-равенство, есть освещение, есть доисторические драконы. Но если мы увидим что-то подобное, что было в предыдущем матче Хиппи с Ксикса Оранж, ну, ты просто ничего не сделаешь с этим. Тебя темпом задавит эта колода. Безусловно. Так, Гневион, Смотритель и Сенопал. Я думаю, Смотритель, Лишний Добор. А может Сенопал для того, чтобы сделать игру прямо сейчас, активнее, агрессивнее? Да, ну нет. Ну, просто смотри, Смотритель очень хорош, учитывая, что он добирает часто вообще три карты. Спору нет. Я согласен с тобой целиком полностью. Но можешь ли ты вообще рассчитывать на долгую игру против НЗОТ Пау? В любом случае у тебя есть продолжение. Здесь Бобой идет. Миротворец. Почему бы и нет? То есть ты, выбирая Смотрителя, не теряешь ничего в плане темпа. То есть, ну, окей, возьмем мы Сенопала Огниуса и поставим его прямо сейчас. Как это позволит нам по темпу вырваться вперед? Понятно, что миротворца мы можем сыграть тогда, сохранить и сыграть на более какой-то опасный дроп в итоге. Но в плане темпа конкретно сейчас это никак не помогает. Даже я бы сказал, миротворец в темп сейчас сильнее, чем Сенопала Огниуса. Ну и, согласен с тобой, Доктор Хиппи, в принципе, тяжело поспорить с арминентами и остается на столе, если на Паладин 1. Но в любом случае... Забрать мы его не можем. Потому что можно поставить гидролога, пробафать его озерным охотникам, чтобы им забирать. Но я думаю, это Побег на Код. Побег на Код однозначно сильнейшая карта, особенно в Зеркале Паладинов, потому что ты выставляешь какого-нибудь Тарима или Тириона, и твоему оппоненту очень проблематично забрать мелочь, которая стоит за ним. То есть приходится давать освещение, чтобы обыграть секрет, которого нет в колоде. Ну, слишком много затрат. При этом стоит отметить, что все-таки раннюю агрессию не сумел тут как-то навязать к Сикса. А заход в World Game оставляет желать лучшего. И все это на руку Доктору Хиппи. То есть чем дальше игра будет утекать в Late Game, тем больше шансов будет именно у Энзот Паладина. Элиза, первопроходец, неплохо. В ману, кстати, смотрится прямо сейчас. Замешивается пак Гора в колоду Доктора Хиппи. Синопал пойдет в лицо. Восстанавливает Синопал. Ноль единиц здоровья. И забрал, кстати, Покаяние. Хм, интересно. Так, Мурлиндзя. Покаяние тоже неплохо. Просто побег на Кода. Побег на Кода, побег на Кода. Не знаю, я бы тоже побег на Кода, наверное, взял. А не Покаяние. Ну, я думаю, что хочется перейдить, знаешь, какой-то тяжелый седьмой, восьмой ход. Ну да, конечно. То есть это вот поймать своего оппонента перед розыгрышем, не знаю, того же Светлова. Рагны в идеале, да, то есть получить возможность сразу же убить. Мне вообще, знаешь, очень нравится седьмой ход, Тарим и Покаяние. Ходи, да. 99,9% людей будут уверены, что под Тарим это забрал Побег на Кода. И на восьмой ход выстоять Тирион или Светлого Рагну. Вот именно комбинация Тарим-Покаяния, она практически никогда не читается. Видли мы это впервые на Дримхаке. Кто-то из ребят играл, по-моему, Джесси Ян. Очень красиво развел своего оппонента. И там не трейдится Тарим специально, чтобы обыграть Побег на Кода. И Светлый Рагна на стол. Бум! 8-1, привет! Ну, возможно, подобный план есть и у Ксикса. Поживем, увидим. Здесь адаптация на трех Мурлоков. На выбор Божественный Щит, Провокация, а также Яд. Я думаю, что только Божественный Щит. Тут есть вариант. Ксикса согласен с тобой. Трейды есть без Яда великолепные. Ну, я специально вначале прожил адаптацию. То есть тут было два варианта хода. Первый. Вначале разбиваем у нас Мурлинзю. Вот. И затем набрасываем адаптацию на всех. Второй вариант так и сделал Ксикса для того, чтобы сохранить своего жабенка. Ну, а что теперь? Пиромант плюс освещение. В принципе, ход вполне может быть. Как вам, Александр? Пиромант освещение. Ну, смотри, не погибает Мегазавр. Не погибает. Не погибает. Да, по сути, это ничего не погибает. Ты разбираешься с полководцем, это круто. Разбираешься с Волномутом, это круто. Мегазавр жив, Мурлинзя жив. Его нужно добирать каким-то образом. У Керном, понятное дело. Но если это не ложись, и если это у нас не возмездие, то есть если этот парень не вернется у нас со стами там 2-1, то мы доберем его просто Керном. Оп. Понимает сейчас доктор Хиппи, что это... Так, а что делать? Ну, тогда нужно играть через Трусильвер, разбираться. Мурлинзю ты точно оставлять не можешь. Никак. Играем тогда Алдора. Так, и Миротворец смиряет Мегазавр. Так, какие у нас остаются варианты око за око? Ну, это совсем безумие, забирать око на око на такой ход. И проверяем возмездие. Я думаю, что покаяние на Миротворца доктора Хиппи вполне устраивает. Оно вообще не смущает. Ну и что, Смотритель, которого мы раскопали. Вопрос насчет... Ага, нет, будем играть через освещение. Даже не так. Будем выставляться дальше и попытаться задомить демпом нашим. А керна тогда размениваем? Ту-ту-ту-ту. Так. Подожди, а почему вначале нет керна и бейна? Да, тогда нам нужен размен, а потом уже... Вот этот ход, кстати, спорный. Очень спорный, я с тобой согласен. Размен и тогда-то Рим. Но смотри, знаешь, что я могу сказать в оправданиях Сикса? Какой логикой, ну, мне кажется, что он руководствовался. Мы не снимаем божественные щиты, мы не идем в размен. Мы защищаемся от пира равенства. Просто стараемся задавить быстро, агрессивно и максимально. Не, ну, логика ясна. То есть, понятно, что это агрессивное решение. Мы уж просто, ну, керна-то убить. Хотелось, как мне кажется. Ну, ладно. Это выбор Сикса. Доктор Хиппи с помощью пироманта и освещения сумел почистить практически весь стол. Остается лишь Мурквизитор со статой 3-2. Ход у Сикса. Есть возможность сыграть Смотрителя и добрать. Ну, 3 карты, да, в идеале. То есть, там будет 100% еще Дракон. Хотя, видишь, мы видели тех же Волнамутов. То есть, тут такой тоже микс. Все-таки чистым Мурлок-Палом назвать это тяжело. Здесь и ранняя игра усилена. То есть, соответственно, чего-то в лейте должно не хватать. Возможно, там один только доисторически играется Дракон. Возможно, Светлого Рагна нету. Возможно, Светлого Рагна нету. Подожди, мы видели Светлого Рагна. Мы видели Светлого Рагна от Сикса? Да, если я не ошибаюсь. Не припомню я. Ну, окей. В игре против Оранжа. Ну, если я не ошибаюсь. Может быть, может быть. Ну, в любом случае, играется Смотритель. И три карты добирает игрок CLG. И это Мегазавр. Это Дракон доисторический. Причем, кстати, насчет команды CLG я не совсем вообще понимаю, как это работает для этой троицы. Потому что на стримах... Но они до сих пор же вроде как участники этой команды. Вроде бы да, но ни Худи у Ксикса не было ни на Китае против Европы. Не сейчас, а плюс... По-моему... Кого же я на стриме видел? У кого-то сначала видел в Худи CLG, потом оно пропало, потом оно опять вернулось. То есть, такая вот ситуация не до конца понятная на данный момент. Да, но это ребята только могут сами нам подсказать. Если что, Мегазавр, исторический Дракон выходит, а именно будет размен через Кода для того, чтобы растоптать Стигатона. Ну, это идеально. Идеально. Дракон позволяет убить неприятную провокацию. Ну, и потихоньку давит все-таки к Сиксу. Даже несмотря на то, что игра перетекла уже в лейтгейм, преимущество именно на стороне немецкого игрока. Возможно, что-то поменяется сейчас. Добирает три карты Доктор Хиппи, также восстанавливает 8 единиц здоровья. Грязная крыса, интересно. Как она тут сыграет? Гидролог. Гидролог. Ну что, снова покаяние. Ока за око точно сомнительная. Заступник. Не уверен, да, снова покаяние. Устрия. Духовый ход. Разбиваем рейк. 1. Десятый ход. Рагнарод, слуга, свет у нас есть в руках. У нас есть возможность усмирить Тиреона. Переводить его в статы 1. 6. Думаю, что к этому мы добавим, например, служителя боли. И поставим провокацию. Как ход? Я, честно, лучше не вижу. Ну, идеально по мане. Что еще можно придумать? Ну, вот как-то со светлой врагной играться, но... Нет, смотрителя точно мы должны играть. 7 маны. Ну, да, ничего тут не придумали. Так, хиппи. Выставление на фулл ману. Здесь все стеночки закрылись и добор поставили. Ждем теперь каких-то активных действий со стороны оппонента. Ну, и здесь есть выбор уже для Ксикса, причем несколько вариантов развития событий. Мы хотим... Мы хотим, что... Аккалита убить как-то, не дать больше одной карты. Ну, это сделать не так сложно. Тиреон 3.12. Честно, редко можно увидеть такие статы. В лицо вообще плевать, да? Топим, топим, давим, давим. А есть ли смысл? Смотри, ну, если размениваться, то размениваться только с Аккалитом. Есть ли смысл? То есть, каким образом наш оппонент может со служителя более получить более одной карты? Ну, вот... Что-то я не нахожу таких вариантов, не находит Иксикса. Ну, разве что второй пиром. Ну, да, пиромант плюс какой-то спелл, да? Причем это не пироравенство, потому что пироравенство это одна карта. А пироравенство плюс другой спелл, что это может быть? Сомнительно. Как тебе сейчас равенство и светлая рагна? Равенство, светлая рагна. У нас хорошие размены по столу. Мы трейдинг трех существ. Ну, все-таки крыса, пироравенство. Так, минус доисторический. Кстати, слушай, хочу отметить пироманта в колоде к Сикса. Обычно в агрессивных сборках палок... А это не агрессивное, мы же отмечали. Это вроде как мид-рэндж, но при этом там есть два волна мукла. Ускоренно мид-рэнджа, скажем так. Не находится место. Да, не находится место для пира. Мне очень интересно, чего нет в колоде к Сикса. Похоже, что все-таки тут есть проблемы именно с поздней стадии игры. Возможно, один доисторический. Ну, скорее всего, один... Рискну предположить, что это один доисторический, один кода. Сколько тут равенств? Вот обычно, когда вот играется такой микс, да, усиление типа early game, то одно равенство. По идее, да, согласен. Может быть, один миротворец. Но мы видели, если не ошибаюсь, уже двух. Светлый рагна есть, да, ты все-таки был прав. Можно посмотреть. Подобные деклисты видели мы в том же... В тех же лайнапах, которые уже известны на грядущие весенние отборочные. То есть, там вот есть такая, ну, гибридная, что ли... Ну, не я бы назвать ее гибридной. То есть, это такой мидрейндж, но с усиленным ровлитгеймом. Да, друзья, не обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. ХС Старладер уже сегодня ночью или завтра днем у нас появятся там абсолютно все лайнапы. Вот также в группах комментаторов. Так что не забывайте, подписывайтесь. Будем рады вас видеть. Тирион приходит, но тут выбор в пользу Светлого Рагнароса. Здоровья уже крайне мало. Ну да, и печальная ситуация. Какие шансы? Крысу играем. Крысу надеемся вытащить весь Никорока, который вдруг где-то завалялся у Ксикса. Нет, это Мегазавр. Это Рваноль. Но все-таки мы оказались с тобой правы. Ну, смотри, при чем, при чем, кстати, сказать, что у Хиппи был не заход? Я бы даже сказал, что у Хиппи, точнее не так, у Ксикса был достаточно медленный старт. А у Хиппи был? Нормально. Ну, то есть у него пиро равенства есть, есть. Дум серов не было. Ну, окей. Ну, то есть это прям идеально. У тебя там не платинум фиш как бы, но однозначно хороший заход. То есть у тебя два третьих дропа, четвертый дроп. Чисто сборка проигрывает. Ну, это уже можно отмечать. Ну, вот соглашусь. Мне кажется, что вот у двух игроков Virtus.pro есть большие проблемы у каждого с одной колодой. Банни Хоппер очень не попал со своим шаманом. 2-7 там летит немецкий игрок и очень больно ему, несмотря на то, что в группе пока что все не так плохо. Но, не знаю, очень тяжко он будет выбираться дальше. И вот тут есть непопадание для Хиппи с Анзот Палом. Ну что, матчпоинт для Ксикса. Остается победить на магии. Это интересная редакция. Эфириал чародей. Даже вот такая картишка присутствует. Вот это удивительно, честно говоря. То есть, понятно, что Эфириал карта, которая комбится с секретами, но вот что-то как-то все равно. Эфириал круто играет с Айсблоком. Айсблок, насколько я понимаю, в подобной колоде, ну, это не самый популярный секрет. Но один играется точно. Я видел сборки без Айсблока. Зависит просто от того, насколько быстро. Если прям агрессивная, то нету. Если такая, как у Ксикса с Медивом, я думаю, тут один Айсблок должен быть. Соглашусь. Но все равно карта крайне интересная. Напомню, что это классовая четверка мага со статой изначально 3-3, которая каждый ход растет на 2-2, если активен секрет. Просят тут наших режиссеров немножко уравнять наши голоса, потому что меня слышно чуть тише моего коллеги. Может, я ору просто? А-а-а-а! Горите, Михаил, не стесняйтесь. Фендрал! Неплохо. Неплохо же. Что Фендрал по маням? Фендрал. Но огненный шар только на следующем слове. А, подожди, Мармана это не хватает. В общем, да, ты его сможешь убрать. Немножко вот этот обрезанный кусочек кристалла вводит в заблуждение. Разменивал бы или нет? Смотри, там пятый ход, мы боимся дара природы. Ну, по сути, только его. Но если он есть. Ну да, это просто... Далее ненормативная лексика. Поэтому Ксикса играет надежно, уходит в размен. И вот тот самый Эфириал приходит на стол. Здравствуй, говорит Ксикса. Я думаю, что удивлен... То есть он понимает, насколько удивлен его оппонент, увидев эту карту. Но и Хиппи улыбается. Как быть? Живая чешуя. Так, вот он дек. Хм. Ну и чем продолжаем? Гоблина ушастого ставить не хочется. Ну, хочется сразу же как-то крутануть, получить какую-то вэлью. Понимаешь, хочется еще и стол забрать. Ну, вот ты оставляешь Эфириала, там на следующий выходит секрет. Эфириал кушает, растет. Как вариант, можно сыграть сейчас Смоляного Стража, прожать смену облика и забрать стол. Я думаю, что все-таки ход через Смоляного Стража выглядит лучше всего. Ну вот, Смоляной, смена облика и Размена. Мы про это и делаем. То есть понятно, что Эфириала убивать можно быстрее, иначе, ну, проблемки возникнут. Ну и не заход для Ксикса, прям совсем. Да уж. Замечательные шестерки классовые. Просто как не пришей. Так, антимагия. Дешевле на 2 единицы становятся. Кабалки. Пинго! Уже 4-4 у нас стоит. Так, здесь эфириаловый цветок. Но играть мы его, конечно же, не будем. А может быть, гоблин? Давай гоблиной чешуё. Не хочешь гоблиной чешуё. Гоблин, чешуя, это, вероятно, фаерболт. То есть понимает и доктор Хиппи, что там какие-то ситуативные карты. Очень часто будет здесь огненный шар. Так, чероплёт. Можно разыграть одну из кабалок. Да, разночься кристаллов появятся на столе. Первая. Так. Доисторический дракон. Ману неплохо. Но! Но играть его, конечно, мы не будем. Или будем. Смотри, там два секрета. Я бы уже Мирор Энтити обыгрывал. Мирор Энтити может быть. Я не хочу отдавать 4-8 дракона. И, собственно, гоблина отдавать. Если отдавать, то нужно тоже разменивать. Сразу разменивать. И проблема в том, что есть там, например, гоблин и антимагия. Напомню, что там висит антимагия, которая была первой сыграна. И чероплёт. Ну да, в первую очередь напрягает здесь именно отражённая сущность. Если она там есть. Вот здесь, знаешь, пошли старые добрые угадайки секретов. Что-то будет всё-таки дракона играть. Ну да, не обыгрывает, получается. Лжас, кстати, нам пишет, что CLG уже распустили. Верим. Лжасу? Я бы не верил. Я согласен. Он постоянно в чате пишет какую-то... Как это назвать, Михаил, нужно? Чепуху? Чепуху, да, согласен. Какой-то чепуху. Слушай, ну на самом деле интересно, если серьёзно. Я не слышал такой информации. Но Ильману, конечно же, уверен. Ильману продолжал, что последним турниром был в осени в Бостоне, но распустили ещё до Дримхака. Но, друзья, не знаю, сами решайте, верим или не верим, друзья. Собственно, пишите в чате, верим или не верим. Или не верим, да. Можно принести в студию ромашку. И верить, верить и не верить. Можно попросить дядю Пашу пока сбегать, купить букет ромашек, и в следующей серии будем прям сидеть. Контент создавать. Тем временем... Погибает здесь у нас ученица Шарадея. Всё хорошо для Доктора Хиппи. И всё идёт к тому, что первая победа для Артёма в БО-5 с Ксикса будет одержана именно на Друиде. Ну и вот всё-таки мы с тобой пришли к тому, что... Ну, согласен, что у Хиппи это всё похоже на антимаг лейнап. Ну, если бы он ещё в каждой колоде играл Пожирателя Секретов... В Роге есть. В Роге мы видели. Может, где-то ещё есть. Опять же, деклисты закрытые. Мы не можем на 100% быть уверенными, что где-то ещё... Завалялся. Да, не завалялась эта картишка. Ну, давай смотреть, хватит ли Артёму трёх попыток, чтобы выиграть все из них и сумеет ли Артёму к Сикса хотя бы одну. Ну, если мы оказались правы, то как раз... Ну, если этот лейнап действительно нацелен для того, чтобы бороться против магов, то должен-должен забирать уже две игры Доктора Хиппи и переворачивать серию. Ловит монетку, играя на разбойнике. Это очень здорово. Также, видимо, фальшивую монетку. Видел я уже клип против Тайса в игре Доктора Хиппи. Правда, серия, так понимаю, Артём тогда проиграл, но клип красивый. 14-14 ванклип. Да-да-да. И реакция Тайса просто бесценна. Да, я помню, когда Хиппи стартовал против Неймана и выстрелил ему... Тоже, да, подобное было? Да-да-да, и выстрелил ему на роге быстрого ванклифа. И там, по-моему, и авантюрист был. Там Нейман счастлив был. Не-не, это как раз было против Тайса. Как раз, да, авантюрист на столе и 14-14 клип. А, а против Неймана был просто клип. В общем, умеет играть Хиппи на роге. О, арбузик. Ну, вернее, тыковка. Тыковка. Тыковка для Хиппи. Арканул. Какой секрет? Какой-то секрет. Чироплет. Кстати, чироплет неплох от той же, того же удара в спину, вернее. Талнос и удар в спину или способность героя? Александр. Ваш выбор. Время пошло. Типа. Сложно. Так, тик. Давай, Талнос. Понятно. Ой, все, 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 все. Не, ну хорошо, давай попробуем немножко аналитики привести. Талнос, во-первых, это сразу же перебор колоды. Если наш оппонент будет тратить пинг на Талнос, это, я думаю, устроит Артема более чем. То есть, ну понятно, это пропуск хода. А если нет, то Талнос остается, начинает как-то нащелкивать по лицу твоего оппонента. А здесь мы продолжим как-то наращивать преимущество. Даже с монетки играется Широзин. Это можно было попробовать сыграть иначе, да, через двойку, допустим. Причем выдохнул сейчас Хиби, потому что будь это антимагия, да, черт с ним, антимагия, будь это отраженная сущность, а такому магу с Петрогрифом вернуть на затыковку вообще не составляет труда. Такс, верно, две деницы, не плохо. Подготовка. Ну это уже все подгоблено, я думаю. Тратили бы тут монету, Александр, я бы нет. Монета, 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 чтобы клинки активировать и убрать весь стол. Ну точно мы сначала Талнос разбиваемся, когда две карты приходят. Ну вот, замечательно. Иллюзия. Нам это закроет ход. Иллюзия в ма, но плюс... Вообще в теории, конечно, можно сыграть сверх расточительно и вернуть на стол Широзина. При желании. Ну ты понимаешь, что если нарвешься на чероплета... Это будет плохо. Поэтому просто иллюзия. Так, на выбор Макки Рентора, Пирос и полный простор. Ну портал, наверное. Пирос... Не знаю, Макки Рентора точно нету смысла, это просто тушка 4-3 за 3. Пирос, интересно. Ну портал может быть за 4. Сыгран под 3. А почему не портал, а Пирос? Типа более дешевая карта банальная. Поехали. Крутить петроглифы. Это у нас копия из лавы. Ну все. Квест Мак. Поехали. Что там, Флэмстрайк? 4 ученицы, Антонидас и Фаербол за 0. Ну, честно сказать... Флэмстрайк за 3. Честно сказать, такой себе. Ну а так-то Талнас вышел. Как ты будешь это забирать? Вот скажи мне, пожалуйста. Но все равно петроглифы могли быть намного лучше. Не, ну понятное дело, но и так вполне очень даже. Такс. Ну выходит у нас пират Прайдоха. И забирает Флэмстрайк, который мы сыграем через препу. Облегка. Упс. Отраженка ловит пирата Прайдоху. Это идеально подойдет для доктора Хиппи. Вуплевывается у нас слюнявый пират из колоды. Хап-тфу. Кого убьем? Кого убить? Нужно помнить еще про секрет. Не помню, что это чероплет. И будь сыгранным по трошению. Так уже проверялось. Проверялось? А, да. Ну это старый секрет. Монеты еще проверял. Возвращаем Шаразина. Вылупился. Машет ручками. Красавец тыков. Хотели бы такого увидеть где-то в подворотне Александра? Я бы себе такого на балконе там в оранжерее вырастил бы. И стримил бы с ним. Конечно. Плюс с ним можно пообщаться, когда грустно, одиноко. Я думаю, он классный собеседник. Ну точно веселый. Сто процентов. Я думаю, ваш кот Александр был бы просто счастлив. Такому еще одному домашнему питомцу. Кстати, вот спорили мы долго с Игорем о том, что Разина представитель флоры или фауны. Животного все-таки мира. Да не, растения. Все-таки растения, да? Ну конечно. Есть же цветы, которые реально отличненькие. Есть такое дело. Что, в фрумстрайк улетает тут Ксикса. Продолжает по чуть-чуть нащелкивать по лицу Валира. И что-то как-то все это идет. Печально. Пират пройдоха. Опа. Захватил стол. Пирос. Криомантка. Или Криомант. Ну, мне очень нравится, кстати, анимация Пироса. Она вроде бы, знаешь, такая не сильно... Никазистая. То есть, да, она вроде бы не броская, но так очень аккуратно выглядит. У Криоманта тоже потрясающая анимация. Она делает ровным счетом ничего. И вот он, айсблок. Все-таки были мы правы, что в этой тяжелой сборке есть место, как минимум, одной копии. Честно, я бы очень удивился, как минимум, если бы игрался в Фериал без изблока. Понятно. Ясно, понятно. Ну, друзья, не знаю уж, насколько нацелен лайнап Доктора Хиппи противостоять магам, но здесь что-то явно пошло не так. Я думаю, что тяжелым магам. Но, смотри, тут есть тоже такой момент, что, знаешь, говорить о том, что там Ксикса просто лакерок ему зашло, но это будет... Ну, понятно, что мы больше болеем за Хиппи, но это неправда. У Хиппи в предыдущей... Подожди, мы болеем за Хиппи, но это неправда. Я имею в виду о том, что Ксикса как-то нереально зашло, это неправда, потому что в предыдущей игре у Ксикса был, ну, откровенно говоря, не самый лучший заход. Ну, он проиграл, по сути, на заходе эту парню. И ты на вот подобный темп о колоде одну игру ловишь старт, одну игру не ловишь старт. Ну, все справедливо. Тут, скорее, ну, в очередной раз вопросы именно к у нас Паладина. К колодам Хиппи, да, и зачастую, ну, в целом, и конкретно, в первую очередь, к Паладину, который действительно выглядит, ну, немножко сомнительно, по крайней мере, в этом турнире. Не считали мы, с какой статой идет Хиппи в этом Паладине, но я уверен, что стата не такая уж и сильная. Улыбается Артем. А, утирист появляется на столе. Ну, просто на все уже пират. Розыгрыш. Трейдинг в стол. Шаразина воскресить не может. Заклинаний нет. Ну, и... Боль, беда, печаль, отчаяние. Пока что вроде живет, а мне тут уже не живет. Просто пингом набивает своего оппонента. Но не сдается прерывать. Что? Это БМ от Ксикса. Он пропустил ход. Он не ударил? Он вообще пропустил ход, потому что на следующий... Чтобы пиробластом... Добивает пиробластом. Неплохо сыграно. А что там, айсблок висит, хила нет. Это самый грязный БМ, который я видел. Но, смотри. Давай, прикинь, что... А прикинь, что реально бы убилось через пожирателя. Смотри на рельсок с Ксикса. Боже мой. Он понимает, что мог сейчас ДБМиться. Ну, формально, если бы хватало демеджа, демеджа тут не хватает. Не хватает абсолютно. То есть, прийди еще, пара заклинаний, и только потом пожиратель... Допустим, под Гоблина прокрутка пошла. Качается... Авантюрист. Ох, Ксикса. Ну, это один вообще из самых ярких моментов. Я такого вообще не припомню. Я тоже такого не помню. В турнирах так точно. Ну, даже банально, если посмотреть стримы Ксикса, он очень любит на столе оставить там большое количество урона. У тебя два хайпа, у тебя легко летали со стола. И тут он пишет, велплейт, йог на стол. Бум! Не, ну, понимаешь, ладер это такое. Это порадовать, я не знаю, порадоваться самому, как-то порандомить, порадовать своих зрителей, если это происходит на стриме. В любом случае, поздравляем Ксикса. Не, ну, это... Супастин показал классную игру. И БМ. Знаешь, это тот БМ, на который не хочется даже как-то, ну, там, агриться, что ли. Ну, это просто забавно. Я думаю, что Артем тоже не обиделся, и все хорошо. И только в счет 3.1. Вопросы, как мы уже отметили. К сборке Паладина у Доктора Хиппи. Посмотрим, как Артем будет дальше идти по этому турниру. Но сейчас, насколько я понимаю, это уже 2-4 счет. Если я не ошибаюсь. Но нам покажет обязательно турнирную таблицу. 2-4, да, ты прав. Вот. Ну, Аксикса с легкостью забирает вторую серию в рамках Старсерия. Ну, еще не обновился у нас счет, друзья. Но он будет на первой строчке, я так понимаю, в группе. Это означает, что, вероятнее всего, Артем приедет к нам в Киев на лан-финалы. В качестве зрителя, гостя. Поддержать, возможно, своих друзей, которые пройдут. Но в качестве игрока сомнительно, что он уже приедет. Еще раз, друзья, отмечаем. Ну, а на Last Chance есть еще шансы? На Last Chance. Третий, четвертый. Ну, давай посчитаем. У нас восемь участников в группе. Мы когда считали с Игорем, то первое место у нас может выйти с одним-двумя поражениями. Второе тоже один-два поражения. Третье, четвертое должно быть по три луза. Насколько мы прикидывали... Ну, если два-четыре, то уже ты... Четыре луза это... Ну, в любом случае, тогда нужно бороться за... Разве что, знаешь, мы один вариант прикидывали. Если у третьего места три луза, и четвертое, пятое, шестое, например, по четыре. И у них там начинаются таймбрейки. То есть, ну, вот какой-то такой вариант. Ну, друзья, уже ближе к развязке будем видеть, но... Ну, вот откройте там еще раз турнирную таблицу. Попросим сейчас наших операторов. Дядю Пашу. Вот смотри. Сыграно пять игр у Неймана. У него осталось две. Осталось две игры для Нейреи. То есть, Хиппи нужно надеяться в то, что Нейрея сольет оставшиеся две игры. То есть, по две игры осталось. Банихопер сольет оставшиеся две игры. Тайс сольет оставшиеся две игры. Короче, все сольют. Да. Ну, то есть... А кто выигрывать-то будет тогда? Это такая классическая ситуация для особенно спортивных команд русскоязычного региона, когда... Это все, как рыба в воде. Все, отыгрались, а теперь пусть тащат команды оппонентов. Если пробрет, то попрет. А если нет, ну, то не повезло, конечно. Не повезло, не поперло. Ну, такое бывает. Бывает. Ладно, друзья, будем уходить на паузу. У нас сегодня еще два Best of Five. Очень крутых. Они также будут насыщенными и интересными. С вами по-прежнему Творыная Лебедь. И это SLA League of Star Series. Оставайтесь с нами.